всем привет я анну скина и добро пожаловать на мой канал и в этом видео я бы хотела ответить на ваши вопросы которые вы присылали мне под моими видео на ютьюбе в сообщениях вконтакте в комментариях вконтакте в общем на все те вопросы особенно часто повторяющиеся которые так или иначе встречаются в самых различных видах моей переписки так как на вопросы я отвечаю не сказать чтобы очень часто но несколько выпусков ранее выходили на моем канале ссылочки я обязательно оставлю в описании под видео потому что там я отвечала также на достаточно интересные и часто повторяющиеся часто встречающиеся вопросы в общем вопросов накопилось достаточно большое количество я выписала себе в тетрадочку кстати заметили закладочки которые я делала в своем мастер-классе и также у меня есть отдельный листочек на который я также вот подписывала выписывала вопросы и тоже прикрепляю как раз таки пользуюсь этими закладочками итак первый вопрос который часто встречается под моими видео которые вы часто задаете это очень важный вопрос по каким дням какое время выходит видео на моем канале сразу же хочу на него ответить до недавнего времени видео выходили в понедельник среду и пятницу но с сентября я и вела немножечко другую систему выхода видео я пока не обозначила эту систему на шапке канала или в описании канала видео выходит пять раз в неделю это разные видео это мастер-классы обзоры распаковки какие-то конкурсы какие-то розыгрыши то есть пять самых разных видео на разные темы но в основном конечно же это мастер-классы по лепке из полимерной глины на прошлой неделе к сожалению 5 видео выпустить не удалось вышло только 4 но на этой неделе тогда будет шесть видео то есть мне бы хотелось в этом режиме в этом темпе продержаться пройти до нового года потому что в прошлом году я видео в это время вообще не выпускала потому что я переезжала в другой город в этом году мне бы хотелось как-то наверстать упущенное и снимать как можно больше мастер-классов для вас следующий вопрос касается уже непосредственно лепки из полимерной глины можно ли лепить из самозастывающей пластики имеется в виду можно ли лепить все то что я показываю на своем канале из видов самозатвердевающей полимерной глины и конечно же лепить то можно но к сожалению не все техники могут получиться например такие техники как кейны колбасы калейдоскоп какие-то техники например макумы гана где необходимо срезать пласты полимерной глины к сожалению самозастывающая пластика она в процессе изготовления этих техник просто может местами засохнуть рассыпаться ее сложнее раскатать именно вот такие разноцветные пласты поэтому я думаю что для каких-то мастер-классов и самозастывающие можно сделать заменить и сделать изделие для каких-то мастер-классов к сожалению самозастывающая пластика не подойдет но что касается лепки фигурок каких-то небольших брошечек каких-то цветочков там что-то вот такое вот то что именно нужно лепить то есть это не техники где нужно там срезать слои полимерной глины складывать их каким-то замысловатым образом то есть все техники где нужна непосредственно лепка я думаю что вполне возможно заменить самозастывающей пластикой и выполнять из нее также спрашивали про камин можно ли выполнить камин при помощи самозастывающей пластики да конечно же можно я думаю проблем с этим не должно возникнуть точно также раскатывайте пласт скалочка или на пастомашине кому как удобнее у кого что есть прикладывайте фактурный лист отпечатываете вырезаете тоже вполне можно будет выполнить из самозатвердевающей пластики следующий вопрос и вообще на этой неделе было достаточно много вопросов связанных самозатвердевающими видами полимерной глины не знаю с чем это связано может быть она становится более популярной напишите если так и интересно ли она вам чем отличается самозастывающая полимерная глина от запекаемой конечно же это это полимерная глина это пластичные массы это массы для лепки но конечно же различия в них есть это не одно и то же и кто говорит вам что это одно и то же тот рассматривает только какие-то общие черты то есть это это лепится это это пластика то есть не углублять какие-то детали чаще всего самозатвердевающая полимерная глина боится воды то есть ее нельзя использовать для декора каких-то там подводных каких-то допустим знаете шары бывают с блестяшками летающие до круглые снежные шары вот допустим самозатвердевающую пластику нельзя использовать для изготовления таких шаров нельзя делать для нее какие-то элементы для аквариума хотя и запекаемый тоже спорный вопрос но запекаемую полимерная глина вообще воды не боится вы можете с ней плавать вы можете сделать какие-то бусинки для купальника и все будет отлично она не испортится самозастывающая пластика я к сожалению все 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 прям виды не знаю но вот все что я знаю все что я видела все боится воды то есть нельзя поместить воду она испортится также еще одно отличие самозатвердевающая полимерная глина более хрупкая чем запекаемая если запекаемую вы можете гнуть туда-сюда ничего с ней не случится при правильном выпекании она становится после выпекания абсолютно твердой или гибкой да она гнется но она не сломается она не хрупкая самозатвердевающая полимерной глины чаще всего ее можно как-то помять порвать то есть с ней нужно более аккуратно обращаться она больше подходит для каких-то декоративных деталей для каких-то если допустим какая-то заколочка то не в дождь в ней ходить не в море купаться нельзя это какие-то декоративные элементы интерьерные какие-то композиции то что будет стоять то что вы не будете трогать то что не будет функциональным но это опять-таки мое мнение возможно кто занимается лепкой самозатвердевающей полимерной глины считает иначе но вот я считаю так самозатвердевающая полимерная глина бывают разных видов бывает такая она как бумажная бархатная бывает более тянучая бывает похоже на соленое тесто какой-то пьемаше бывают с полимерными какими-то наполнителями более такая тянучая гибкая все эти виды разные и не все виды подходят для изготовления каких-то тонких филигранных работ то есть у выпекаемой полимерной глины на мой взгляд возможности сделать именно какие-то функциональные тонкие филигранные работы больше но конечно же это не отменяет того что и из самозастывающей полимерной глины делают просто чудеснейшие миниатюрные цветочки композиции все это конечно же зависит от мастерства следующий вопрос можно ли сделать пластику дома самостоятельно запекаем у полимерную глину в том виде в каком мы видим ее в магазине да в том виде в каком мы приобретаем ее в магазине этот пластика там фильма прямо артефакт церниц самые самые разные виды прямо вот такую пластику дома вы не сможете выполнить потому что это сложный тихо технологичный процесс и конечно же требуют и оборудование и материалов которые не так просто вот найти но есть конечно альтернатива это альтернатива это холодный фарфор и соленое тесто холодный фарфор наверняка вы могли видеть все какие-то цветочные композиции из этого материала соленое тесто она больше подходит для каких-то интерьерных позиции часто из него делают какие-то такие в рамках картины какие-то налепленные декоративные элементы этот этот материал интересный и с тем из тем материалом я работала я в детстве делала соленое тесто я думаю многие в школах детских садах даже делают какие-то поделки из соленого теста родители с С удовольствием играют с детьми, лепят тоже из соленого теста. Это тоже интересные материалы, которые после того, как высыхают, они не требуют выпекания, они высыхают на воздухе. То есть это самозатвердевающая масса получается. И его можно использовать и в декоре каких-то предметов, и в качестве каких-то интерьерных композиций, и в качестве детского творчества, детских поделок. Это вообще идеально подходит. И если вы только-только начинаете в принципе лепить, осваивать лепку, то мне кажется, что эти материалы отлично подойдут для вас, как для новичков. Если вам вообще интересна эта тема, в принципе я могу сделать мастер-класс на холодный фарфор или на соленое тесто, что там попроще. Потому что я знаю, что у меня на канале есть прям совсем-совсем новички, которые еще не знают вообще, будут они покупать полимерную глину, не будут. Хотят что-то сами сварганить, какой-то материал, что-то попробовать полепить. Если вам эта тема интересна, если есть какой-то отклик, я даже сделаю опрос, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Если вам интересно, то на моем канале может появиться видео на эту тему. Я обязательно подумаю и, если что, обязательно сделаю. Да, конечно же можно. Вы можете выпекать изделие как сразу после лепки, так и через какое-то время. Я очень часто делаю работы в несколько этапов. Сначала я делаю один этап, затем другой, на следующий день третий, пятый, десятый. И иногда у меня одна работа может лежать месяц, я не знаю, два. Пока я ее не доделаю. Также у меня бывали случаи, когда у меня в мою мастерскую ученики приходили, у них не было своей собственной печки. Они уходили домой, дома выполняли какие-то задания, сами лепили ко мне, приходили, у меня выпекали. Такой вариант тоже был возможен. И, допустим, если они приходили раз в месяц, то они приносили много коробочек, и мы так в нескольких этапах все это выпекали. То есть нет никаких противопоказаний. Вы можете выпекать полимерную глину, изделие из нее тогда, когда вам будет удобно. Но, конечно же, необходимо учитывать несколько таких правил, что полимерную глину необходимо хранить не на бумаге. Она должна лежать на какой-то дощечке, которая не впитывает пластику. То есть это не пластмасса, не картон, не бумага, не дерево. Это должно быть либо стекло, либо какой-то пластик, который не впитывает полимерную глину, который не реагирует с ней. Также, конечно же, полимерную глину необходимо защищать от пыли, потому что если ваше изделие месяц будет лежать на полочке, оно просто покроется пылью. Полимерная глина притягивает очень сильно пыль, которая всюду летает. Мы ее не видим, но на пластику она садится прямо вот с такой завидной регулярностью. И если вы отложите свое изделие на месяц, а потом вернетесь, то, конечно же, оно полностью будет покрыто пылью. Поэтому, если вдруг вы выполняете какое-то изделие, не доделали его до конца и хотите потом к нему вернуться, то складываете все в какую-то коробочку, накрываете крышечкой и все убираете. Убираете место, которое подальше от солнца, от яркого света, потому что от нагрева, от солнечного света, от света лампы полимерная глина может начать запекаться. Но может начаться процесс полимеризации. Поэтому обязательно очень хорошо следите за тем, где будут храниться те полуфабрикаты, которые вы выполните и которые вы захотите запечь позже. И последний вопрос на сегодня. После выпекания изделия получаются хрупкими. Почему и как этого избежать? После выпекания изделия получаются хрупкими только по одной простой причине. Температура выпекания в вашей духовке недостаточная для завершения процесса полимеризации. И нужно ставить температуру выпекания выше. Если вы прибавите температуру хотя бы на 5-10 градусов, то уже вы заметите прогресс, результат. Изделие перестанет после выпекания быть хрупким. Если не перестало, ставьте еще выше. Значит недостаточная температура. Если вы думаете, что вы наоборот перепекли, то нет. Если вы ставите температуру выпекания выше того, что нужно, то пластика начинает наоборот плавиться и она становится наоборот прочнее. Она становится более гибкой, она становится как резина. То есть сломать у вас ее не получится. Хрупкая она только от недопека и только по температуре. Если вы ставите правильную температуру выпекания, если вы ставите температуру выпекания по термометру, да, и вот вы знаете, что температура точная, то даже после 5 минут выпекания пластика уже не будет ломаться. Она уже будет твердой. Поэтому, конечно же, температура выпекания полимерной глины это один из самых важных факторов вообще из в изготовлении изделий, чтобы они получились твердыми, качественными, чтобы они не ломались после выпекания, чтобы изделие было полностью закончено. Для того, чтобы поддерживать необходимую температуру выпекания, нужно лучше всего какой-то отдельный термометр. То есть встроенные термометры в духовках не всегда показывают правильную температуру. Очень часто они бывают ошибаются на 5, на 10 градусов, на 15, на 20 даже. И возможно, что вот этих 5-10 градусов вам и не хватает для завершения процесса полимеризации материала. И оно не становится твердым. То есть, если после выпекания изделие ломается, вы его только-только чуть-чуть согнули, оно раз и хрустнуло, то не допеклось. Ставьте температуру выпекания выше. Очень часто такое бывает при варке, потому что температура кипения воды всего лишь 100 градусов. А для выпекания нужно, например, 110, 120, 130 градусов. И когда изделие варят, то оно бывает очень хрупким. Не допеклось. Вот и все вопросы на сегодня. Если вам интересна эта рубрика, если вам интересно пообщаться немножечко вот так вот лицом к лицу со мной, то обязательно напишите, что вам это интересно, что вы хотите получить ответы на свои вопросы в видео формате. И я обязательно буду снимать еще такие видео, потому что вопросов очень много. У меня тут уже несколько листочков, исписанные с нескольких сторон. Много вопросов повторяющихся. И даже те вопросы, которые не повторяются, я знаю, что они могут возникать у других новичков, которые не пишут вопросы, могут бы стесняться или еще что-то. В общем, пишите ваши вопросы под этим видео, и я обязательно постараюсь на них ответить. Жду ваших комментариев. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!